Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я хотел бы продолжить тему влияния реформации на общество. И я выбрал для этого одну из сфер, сферу образования и педагогики. Без сомнения, те, которые имеют отношение к педагогике, назовете имя человека, который считается основоположником этой дисциплины, этой науки в мировой истории. Это Ян Амос Каменский, чешский педагог, епископ общины маравских братьев. То есть это яркий представитель реформационного движения. И я думаю, не просто так. То движение, которое он представлял, это крыло реформационного движения, которое свое начало берет с Яна Гуса, последователи Яна Гуса, которые предпочитали мирное сосуществование, не участие в военных действиях, а распространение своих идей. Вот это крыло, оно продолжило свое существование. И после того, когда началась реформация в Германии, они пережили определенные преследования, гонения, но сохранились как направление, как деноминация до настоящего времени. Маравские братья. И вот ярким представителем этого религиозного направления является Ян Амос Каменский. Почему ярким? Потому что в первую очередь он известен как великий педагог, который заложил теоретические основы очень многих моментов, которыми мы пользуемся в современной школе. Но давайте по порядку. Ян Амос Каменский был рукоположен на пастырское служение в возрасте 22 года. То есть это был достаточно молодой пастыр, но ему пришлось учиться уже по ходу, поскольку в тех условиях, в которых он нес свое служение, было нужно вникать во все сферы жизни, в том числе и в организацию образования, обучения детей, воскресной школы, дошкольного образования, образование внутри церковной общины и участие в светском образовании. То есть многие моменты, связанные с образованием, не прошли мимо Яна Амоса Каменского. Он оценивает существующую систему, видит ее недостатки и предлагает многие свои новаторские идеи. Действительно, в педагогике Ян Амос Каменский был настоящим новатором, но отмечая прогрессивность его идей, особенно для того времени, стоит отметить обязательный фундаментальный библейский взгляд на ребенка, как на драгоценный дар Божий. Сравнивая детей с золотом и серебром, и приводя длинный список объективных причин превосходства детей над материальными ценностями, Каменский заключает его интересным выводом. Золото, серебро, драгоценные камни не могут научить нас ничему, чему учат нас другие творения, а именно божественной мудрости, могуществу и благости. А дети нам даются, как зерцало, скромности, приветливости, доброты, согласия и других христианских добродетелей, так как сам Господь изрекает, если вы не обратитесь и не станете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Это цитата из произведения Яна Амоса Каменского. Великий педагог делает основание под необходимость и важность процесса педагогики, процесса обучения. В русском языке само слово «образование» имеет христианскую основу, то есть это возвращение в первоначальный образ, образ Творца, который был сообщен изначально первым творением, и который, к сожалению, был искажен из-за грехопадения. Возвращение этого первоначального образа и есть главная цель образования, по мнению Яна Амоса Каменского. Великий педагог не только акцентировал внимание на ценности ребенка как личности, но и озвучил основные цели образования и человеческой жизни. Как материнское чрево приготовляет к жизни на земле, так жизнь на земле приготовляет к небу. Следуя принципу эффективности восприятия, великий педагог в основу познания и обучения поставил принцип наглядности. Замечательный принцип, который знает сейчас любой педагог средней школы. Наглядность применялась и до него, но теоретического обоснования и практического применения не было. Именно вот это теоретическое обоснование и дал Ян Амос Каменский. Им было провозглашено золотое правило дидактики. Все, что только возможно предоставлять для восприятия чувствами, видимое для восприятия зрением, слышимое, слухом, запахи, обонянием, подлежащее вкусу, вкусом, доступное осязанию, путем осязания. Если какие-то предметы сразу можно воспринимать несколькими чувствами, пусть они схватываются сразу несколькими чувствами. И, естественно, большое значение Яна Амос Каменский придавал роли учителя, считая, что у подростковых наставников и педагогов были и остаются в руках рычаги влияния. Влияние на формирование целого поколения. Из числа нравственных добродетелей, говорил Каменский, особенно настойчиво должен он, педагог, учитель, рекомендовать и внедрять путем упражнений способность переносить трудности, больше того стремление к ним, ибо достигнув этого, они будут иметь великое сокровище для жизни. Но учитель может быть источником правильной информации, а может тем, кому хочется подражать в повседневной жизни. Именно на втором варианте делает акцент Каменский. Ближайшая забота учителя, утверждал он, состоит в том, чтобы увлекать учеников своим примером. Замечательный принцип. Я верю, что великий педагог увидел этот принцип еще в Священном Писании, в той книге, которую он читал как пастор, как служитель, потому что в первую очередь пример жизни говорит больше, чем слова. Если учитель имеет достойный или является собой прекрасный пример жизни, то это действует и производит свое преобразующее влияние намного больше, чем правильные слова и наставления. Чешский педагог был новатором в области дидактики, выдвинувшим много глубоких, прогрессивных дидактических идей, принципов и правил организации учебной работы. Например, принцип учебного года, когда все ученики начинают обучение одновременно в определенный день и заканчивают в этот определенный день. Каникулы, как обязательное условие в ходе обучения, деление учебного года на учебные четверти, одновременный прием учащихся осенью, классно-урочная система, учет знаний учащихся, продолжительность учебного дня и так далее. Множество моментов, которые являются естественной системой современного школьного образования, много десятилетий назад были заложены великим чешским педагогом. Рекомендации по этим вопросам до сих пор в основных чертах применяются в различных школах и в различных странах. Печально, что принимая педагогические принципы чешского педагога, многие игнорируют тот фундамент, на котором они строились. Именно поэтому прекрасная дидактика Каменского не всегда и не везде приносит желаемый результат, поскольку она неразрывно связана с Библией. Она неразрывно связана с книгой, которую сам Каменский считал наиболее важной. Из всех книг, на которые можно ссылаться, и на которые он регулярно ссылался сам. Священное писание в христианских школах, как писал Иоанн Амаз Каменский, должно быть Альфой и Амедой. Итак, в христианских школах впереди всех книг должна идти эта божественная книга, чтобы, по примеру Тимофея, все христианские юноши, обученные с детства священному писанию, были наставлены к блаженству и воспитаны в словах веры. Вот так вот интересно великий чешский педагог акцентировал на самой главной книге. Он также считал, что как материнское чрево приготовляет к жизни на земле, так жизнь на земле приготовляет к небу. То время, короткое или длинное, которое отведено нам здесь, это время подготовки к вечности. И счастлив тот, кто успел и правильно использовал это время для того, чтобы в конце концов достичь определенных результатов, преобразоваться в тот образ, в тот эталон, тот идеал, который заложен в каждом из нас. Интересно, как Каменский выражал вообще смысл человеческой жизни вот в другом месте. Еще один интересный отрывок, что насколько верно то, что пребывание в очреве матери есть приготовление к жизни в теле, так верно и то, что пребывание в теле есть приготовление к той жизни, которая последует за этой настоящей жизнью и будет продолжаться вечно. Счастлив тот, кто из шрева матери вынес хорошо образованные члены. В тысячу раз счастливее тот, кто унесет отсюда хорошо образованную душу. Вот опять же жемчужина или сердцевина его педагогического смысла, его стержень, которым он делится в разных ракурсах, в разных местах своего педагогического наследия. И, конечно, исследуя биографию Каменского, нельзя не отметить, что он был востребован многими странами. Он был человеком, который служил или проявлял свой педагогический талант на территории Польши, на территории Венгрии, был приглашен в Англию в 1641 году. Именно английские ученые, узнавшие или исследуя его творчество, его наследие, они во многом почерпнули те жемчужины, которые посчитали полезными и практичными. И успешная британская педагогика, американская педагогика во многом несет на себе отпечаток творческих идей Яна Амаса Каменского. Наверное, не случайно в свое время Гарвардский университет, пусть тогда еще не столь известный, но уже начинающий набирать обороты, пригласил Каменского для того, чтобы он продолжил свое служение или свою работу там, за океаном. К сожалению или к счастью, Яна Амаса Каменский не принял это приглашение, поскольку считал себя все-таки связанным не только с педагогическими вызовами современности, но и с общиной, которой он служил как служитель, как пастырь, как епископ. Возможно, в одном из коридоров Гарварда стояла бы его статуя или бюст, но это уже не принципиально. Весь мир знает, кто такой великий чешский педагог Яна Амаса Каменский и без этого. Конечно же, Каменский был достаточно скромен и, наверное, не мог бы себе позволить сказать слова, подобные словам Александра Сергеевича Пушкина, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Он был противником самого схваления, поскольку знал, кому необходимо обращаться с хвалой и благодарностью. Именно поэтому главный труд жизни Каменского венчают слова молитвы, а не слова личного словословия. Конечно же, его можно не любить, с ним можно спорить, не соглашаться с некоторыми его методами, но игнорировать этого протестантского пастора невозможно. И причина очень простая. Вся современная педагогика написана под влиянием его творческого наследия. И хотелось бы, чтобы с методическими и дидактическими принципами современные педагогики смогли разглядеть также тот драгоценный стержень, ту сердцевину, которую сам великий чешский педагог пытался донести своим современникам. Как материнское чрево приготовляет к жизни на земле, так жизнь на земле приготовляет к небу. Вот еще одна страница влияния реформации идей личностей на общество, на жизнь, на образование педагогику в данном случае. И я верю, что мы можем продолжить этот перечень, можем продолжить анализ биографии и личностей, которые оказали влияние, влияние положительное, влияние значительное, которое просто нельзя игнорировать. Но это уже в следующем репортаже.